Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим вкусняшкам, которые я покупала в Ярославле и уже здесь в Угличе. Можно сказать, что это вкусняшки октября. Мне кажется, что у меня фотик немножко стоит на косе бока на этом моем штативе, но уже переснимать мне как-то будет лениво, скорее всего. В общем, начну свой обзор с того, что я купила в ВКонтакте. И как обычно, я тогда говорила в обзоре, где покупки и подарки от Аленки и Насти, что у меня было слегка такое умершее настроение. В комментах уже поступили такие вопросы, видео специально я снимать не хотела, но раз уж вы любопытствуете, бабушка у меня отправилась на небеса. Я за ней две с половиной недели последние, ну вообще помогала, ухаживала за ней, смотрела последние два месяца, но и последние две с половиной недели они были довольно тяжелые. Это из негативных эмоций. Тот там меня уже спрашивал, как же я теперь, не знаю, с сарказмом, с подколом или с великим сочувствием. Но да, кстати, лак это как раз пользуюсь лак Аленке. Привет тебе, если смотришь меня. И, соответственно говоря, что как-то моя жизнь изменится. И жизнь меня, в принципе, никак от моей жизни не коснулась, как я была, так я и осталась. Ну, конечно, вы там можете злопыхать и что-то додумывать, но это уже ваше дело. Я, конечно, сейчас бегаю и пооформляю всякие документы, но это уже чисто бытовушный вопрос. В общем, перейду я к тому, что я, как обычно, забыла, что вконтакте все ого-го. Я не помню, куда я делала чек, но эти три маленьких покупки у меня вышли за минусом скидки в 5%. Это где-то 52 рубля было. В общем, на 994 рубля это у меня все вышло. Да, кстати, можете не советовать мне в комментах промыть глаза. На самом деле это у меня просто уже по умолчанию. Чешутся они у меня иногда. Странная вот такая вся. В общем, это вот такой чай черный. Я его, на самом деле, еще не заваривала, но я просто пришла, сказала, что хочу черный, среднелистовой с чем-нибудь таким вкусным, сладким. Я, конечно, на самом деле, хотела и думала, что мне что-нибудь такое цветочное там посоветуют или еще что-то. И девушка, там еще кого-то они обслуживали, две девушки. И они мне посоветовали, в общем, открыть там черный, значит, с клубникой дыней. Дыню я, на самом деле, не очень люблю. Все эти ароматизаторы дыни, еще что-то там, жвачка с дыней, там, мармелад с дыней, блин, как тыква. А дыню в чистом виде, в принципе, я могу есть, она вполне съедобная. Ну, лично для меня. Тут, в общем, у нас клубника с дыней, душистая смесь цейлонского, индийского и китайского черного чая с добавлением нежной клубники и сочной дыни. На самом деле, там было открыто коробочкой, было видно кусочки такой сушеной клубники и кусочки такой же сушеной дыни. Запоминающееся сочетание фруктов наполнит сладостью и свежестью любое время суток. Хотя, вроде как, черный чай, наверное, вроде как, не советуют. Ну, и залить водой 85-95, уж не знаю, как там насчет 95, ну, и наставить 3-5 минут. Ну, по-моему, это вообще традиционно в любом чае, вот что на РЧК пишут, что на Н1 писали, что здесь вот практически одинаково они все везде пишут. Ну, тут у нас логотип этой кантаты и у нас вот здесь кантата, мелодия вашего вкуса. Кантата, вообще она вроде как кофейная кантата, но у нас тут чайная, получается, кантата со скрипочкой такой или виланчелькой, фиг знает. И вообще, вот только сейчас поняла, что-то вот, в принципе, с одной стороны это виноградинка, с другой стороны это своего рода кофейное зернышко. Ну, раз она кофейная кантата, изначально, да, была, как. Я не буду чай раскрывать, я думаю, в принципе, если вы захотите, то просто придете в своем городе, если у вас в городе есть кантата, и можете купить черный из клубника и дыни. Я думаю, что он довольно вкусный, потому что у меня был какой-то чай из моря чая от Заремки, и он был тоже, там был кусочек такой клубники, помимо прочего. Потом, это вот остатки уже было роскоши, это вот такая шоколадка, тут было 55 грамм, это ягодно-фундучный микс, шоколад молочный с орехами и ягодами, 100% натуральный шоколад, да, я знаю, что у меня тремор, произведен из высокоароматических какао-бобов, фино-де-арома, тресникового сахара, фундука и сублимированных ягод, без заменителей какао-масла и консервантов. Я что-то тогда глянула на цены, я вообще забываю, что у них там то ли цена за 10 грамм, то ли как-то так, что-то не 400 рублей, он у меня вышел этот шоколадик, 55 грамм, но он действительно вот такой вкусный, и там чувствуется этот тресниковый сахар. В общем, насладитесь вкусом настоящего шоколада. Тресниковый сахар, какао-масло, какао-тертый, обезжиренный молочный порошок, фундук, лицетин, натуральный ваниль, ягоды, вакуумные сушки, клубника, малина, черная смородина. Содержание какао-продуктов 38%. Сделано в Москве. Шокостайл. О-о-о. 3-о. Даже этот шокостайл собакогломел.ру. Т.е. точка ком. Я всегда почему-то, когда даже пишу где-нибудь там на входе у меня с гугуля, да, то я всегда пытаюсь написать ру вместо ком. Ну и что у нас тут по калориям на 100 грамм 554 калории, но так как у нас тут 55 грамм, то считайте сами. Так, ну это где-то на половину плюс еще процентик. Сделано оно 19 сентября 2016 года и срок годности у него полгода, 6 месяцев с даты изготовления. Вот такая вот маленькая коробочка. И вот так вот она выглядит сзади. Ну и там было сказано, что типа вот, если вы видите, шоколад вот здесь вот выложен, сейчас идет акция, купите шоколадку, найдите золотой билетик, получите какие-то карамельные карамельки в довесок типа на халяву. Ну как мы потом, я тогда еще была девочкой Ани, мы решили, что я принято распаковала, решили, что наверное этот золотой билетик вообще один. Он на самом деле у меня там чуть дальше есть, я его покажу. В общем, осталась у меня вот такая плиточка. Было вот 4 таких вот плиточки, ну 4 кусочка, да, это уже все, что остатки было роскоши. И вот так он выглядел. Я надеюсь, что у меня тут видно, тут видно, что это орешек. Я достану сейчас. Довольно вкусная шоколадка. В общем, если вы устали, у вас слегка такая усталость, настроение такое уставшее, и вам хочется немножко себя порадовать, то зайдите в Канта, то купите черного вкусного чая, или еще какого-нибудь другого чая, как вам хочется. Возьмите вот такую шоколадку, там разные есть, там черный был, там этот просто молочный, даже белый был. Ну, я считаю, что белый шоколад как мыло. Хотя какао-масло, ну на самом деле белое, да. Ну и, если я ничего не путаю. И вот третье, это у меня был, вот эти вот, вообще оно запаковано было, у меня где-то даже золотая штучка, ну под золото, конечно, не золотая, фиговина такая была. В общем, это вот так вот оно выглядело. И здесь уже, конечно, меньше. Тут у нас, в общем, пять штучек таких я уже слопала, тут у нас осталось три. В общем, по ходу дела, восемь штучек, это сто грамм. Тоже, соответственно, триста, четыреста с чем-то оно там было. И это у нас сушеный апельсин, покрытый шоколадом, не полностью. Такой, цукатый апельсиновый, очень вкусный на самом деле. Ну, вот, допустим, моя новая подружка Аня, она сказала, что, ну, я бы представила, как это все делается, это можно самой сделать. В принципе, была бы я не настолько ленивая, я бы, возможно, сделала бы то же самое. Или была бы у меня там сушка какая-нибудь, в принципе, ее можно купить. Потому что у меня ей тети и у родни есть, и у них вот эта сушка, в которой она там всякая, допустим, тот же шиповник можно посушить. В общем, вот такая вот хрень у меня была на тысячу без шести рублей. Ну, с учетом скидки. Я думаю, что теперь за счет этой покупки у меня должно быть там где-то уже 15% скидка. Но я не очень уверена, потому что надо лезть на сайт и смотреть, как это все выглядит, потому что я не помню, на самом деле. Так, сегодня я себе приобрела, тут даже цена еще будет, это рахат луком ароматный вишня. Да, вообще выглядит как эти, как роллы. Роллы я тоже сегодня приобрела, но они практически уже съеденные. Но роллы, они же не сладкие, поэтому нафиг вам показывать роллы. В общем, тут оно такое, слойчик такой, я не знаю вообще, что такое рахат луком. Я понимаю, что это можно погуглить в Яндекс, и там вы можете написать мне в камент негативно, либо позитивно. Но, в общем, тут такое, обсыпано оно все кокосиком беленьким, соответственно, какая-то такая красненькая фигнюшка, похожая на мармеладик, потом розовая такая фигнюшка, и внутри еще красненькая фигнюшка. Я что-то такая наивная курица, думала, что внутри... А, наивная эльфя, эльфя, да, я не курица, а эльфя. Наивная эльфя, я думала, что внутри именно такая сушеная такая вишенка. На самом деле, это нифига не вишенка, но довольно вкусный, я вон три штучки слопала. Потом, ну, вообще две упаковки Потому что что-то они такие маленькие Я тут как-то покупала у нас в Атрусе Атрус, это, кстати, магазин у нас есть Это филиал ростовского Ростов-не-на-Дону Великий, Великий Ростов Маленький такой город, Великий Ростов Находится в Ярославской области И там есть такой завод Но раньше они, по-моему, делали только мясо, что-то такое А потом хлеб, ну, в общем, хлеб, булочные изделия Мясо там, еще какая-то фигня У них есть, короче, магазин Сейчас, правда, он стал, как обычные, типа, супермаркеты Типа, там, магнита, пятерки и прочей фигни Ну и, соответственно, там вот Периодически, как-то я купила уже Просто у них покупала сушеную вишню И кто-то у нас такой финик А я финики очень люблю Но раньше я терпеть не могла, но как-то там спинкара не стала есть В общем, знаю, что они стали Продавать сухофрукты всякие Я к ним сегодня зашла на Автопилоте С нашего косплея Который у нас тут уже Вторая репетиция этого косплея Нет, третья Где я там кого-то играю Ну и, в общем, финики Обычные финики, написано, что Тунис Ну, я не помню Наверное, в прошлый раз тоже были из Туниса Ну, в общем, они мне нравятся Я посмотрела, они такие вкусненькие Вообще, я люблю финики Люди, если вы там худеете Хотя говорят, что с фиников там много калорий добираете Ну, короче, если вы хотите себя порадовать И неохота жрать сахарные конфетки То можете купить себе фиников Будет вам счастье в душе Или в душе Так, а еще у нас тут вяленая вишня Вообще, сушеная вишня Вяленая вишня Я раньше ее Юрка присылала Но что-то на 100 лет ее уже не присылала Потом Ксюшка мне когда-то присылала В общем, никто мне вишню не шлет сухую Все такие вредные Фри Фря, фри Короче, вредные все-таки Не слют, не сушеную вишню Поэтому я купила ее сама себе Тут у нас сушеная вишня Она стоит Че херен знает, сколько она стоит Короче, мне она досталась за 64 рубля И у нас тут нет копейки Сколько у нас тут? 134 грамма Вот тоже из этого же аутруса Это вот сушеная вишня Я ее уже как-то там покупала По-моему, ну там пишут, что иногда попадаются Там эти дозернышки И остатки зернышек Ну, мне в принципе повезло Остаток зернышек мне не попалось Надеюсь, и в этой не будет В общем, я ее тоже люблю Вообще, я люблю вишню Одно время я что-то покупала Даже замороженную вишню Варенье вишневого лопала У меня, которое было Если я варила, тоже лопала Короче, сидела на вишне так капитально Какие-то там оксиданты есть То, что я купила Буквально, может быть После того, как я приехала из Эрика На следующий день Или через день Да, кстати Вот у меня как раз я дошла Эту кантату Кантату, кантату Вот это то, что мне попалось В шоколадке Я тогда еще Ане спросила Я так понимаю Это типа Эблум, да? В общем, кантата Галерея вкусов Раньше была кофейная кантата Или, видимо, просто кантата Дорогой друг Золотой билет уже совсем рядом Действуй Ну и это исключительная, так поняла, акция Вот той кантата, которая находится в Ярике В магазине Аура Ну или супермаркет Или что он там такой Торговый центр Аура И вот то, что мне еще дали Такая рекламка этой кантаты При наличии дисконтной Или накопительной карты ТРЦ Аура Магазин Кантата И номер телефона И сайт компании Кантата.ру Еще у нас тут Дни двойных накоплений В 2016 году Октябрь 28 День бабушек и дедушек Ноябрь 4 День народного единства Все время его путаю С каким-то другим днем Пятое День мужчин В жизни не знала Что еще День мужчин существует Вот сегодня узнала 27 ноября День матери И 12 декабря День конституции А, кажется, я путаю День конституции С 12 июня Что у нас там 12 июня А еще с 4 ноября, видимо Или с 7 ноября Ну, в общем Я слегка путаю все эти праздники Вот такая вот свинюшка Мне досталась Если у вас есть Карта Кантаты Вы живете в Ярославле Или иногда ездите в Ярик То заезжайте туда 28 октября 4 ноября 5 ноября 27 или 12 Заходите в Ауру Идите в Кантату И вам будет счастья В два раза больше Так Ну, я тут еще купила Вообще Не поверите В пятерке В солнечном Зашла там За какой-то едой И что-то Тыркалась Пока по кассам Смотрела, где что есть Как обычно Куча касс И один продавец Кассир, точнее И вдруг Снезапно увидела Распродажу Вообще Обычно Обычно Не бывает Такого А тут Мои любимые Вообще Шоколадки Мятные Которые В Нью-Йорке Просылала Тут 200 грамм Такие же Я покупала Или похожие Когда я была В Финляндии В Хельсинге Два года назад Как давно Это было Я даже не знаю Что сейчас в мире Делается Со всеми этими Еврами В общем Вот такой вот Шоколад Что-то я не помню Не по 140 Ли он мне Рублей обошелся Или 149 Или 139 Что-то такое Довольно недорого Я считаю Потому что В принципе Он сам по себе Это в общем Хороший Качественный Шоколад И прилично Стоит И на самом деле Что это радует Сделано в Германии Правда написано Не знаю Как на самом деле Может действительно В Германии Это делают Тут даже ссылка На фейсбук Есть Емейл И интернет Магазин Да По ходу дела Действительно Сделано в Германии Наклеечка такая И Ори Анут Это типа То 3ОО Которые импортеры И прочее 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 Ну тут конечно Ну тут более-менее Еще меняемый состав Иногда бывает Даже на финских конфетах Каких-то вот похожих Было там Или на настле Там что-то такое Вот почитаю Думаю Блин Какой хрен я это вообще ем Какие еще живые А после этого хожу Ну в общем Такие вот пластиночки С белой мятной начинкой Они мне очень-очень нравятся Королевская Минт Минт королевский По ходу дела Переводят Да я как раз вчера Буквально вечером Закончила Перевод этой чертовой замены Шоколадные плитки С мятной начинкой Содержание какао Минт 51% Состав Который в ванной Или в бане стоит Эмульгатор Лецитин Подсолнечный Видимо он разный бывает Тоже не знаю Ну в каментах Там напишите Негативно-позитивно Это уж на ваше усмотрение А может и не напишите Масло Перечный мят Соль поваренная пищеварь Регулятор Кислотности Лимонная кислота В принципе нормальный Такой состав Может содержать орехи Арахи Сои Яйца Молочные И зерновые продукты В небольших количествах Ну и чего там его хранить Срок изготовления Где-то там был А вот он был В общем он у нас До сентября 17 года Я решила Почему бы и нет Ну или как говорится Почему бы и да А еще были Где такие плиточки По 49 рублей Тоже по скидке Я вообще первый раз Такие вижу Но я решила Что почему бы и да Да Это у нас По ходу дела Мне кажется Тоже Германия Слушайте Как в воду глядела Наталья из Германии Привет тебе Если ты вдруг это увидишь Так Тоже Это сентября 17 года А это до ноября 17 года Это что у нас вообще такое Я их специально Даже не открывала Это темный шоколад С апельсиновой начинкой Я в самом деле Я люблю В основном Я его полюбила Спинка наверное Юльки Потому что Это апельсиновый Точнее шоколад С апельсином И шоколад с мятой Шоколад с мятой Это я давно еще В детстве пробовала Там Когда всякие фигни Такие появились У меня папаша Где-то там Хрен знает Откуда Что-то привозил И родня давала Этот Как-то просто Принесла Родня Принесла моей маме Тетя И сестра И вот Оно и мне понравилось Типа Может вам понравится Она так с ней понравилась Кстати Если вам будет интересно То я на днях Тут случайно С тетей мы искали одно Нашли другое Я нашла В общем рисунки Которые я давно 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 Не могла найти Очень расстраивалась Потому что там Где они раньше были Их не было Больше чем следует Да Кстати На фоне У меня там Возможно Видно мой халатик Даже две штуки Оба шила мама И соответственно Полотенце Которое на двери Хоть я его слегка Отдлинула Но забыла Что все-таки Халатики будут видно И наверное У кого-нибудь Будет бугур Ну да Это в принципе Не мое дело Дело тех Кто Охо-хо-хо-хо Я кстати Сегодня видела Видео одно Правда там Ну за счет Наверное Акцента Не очень приятно Было слушать Девочка какая-то 30 сентября Написала там Что-то такое Ответ на вопросы Что-ли хейтерам Я вообще не помню Как ее там звать Но единственное Что я помнила Что она из Смельницкого Думаю О-о-о Кейт Кит Мордак Привет тебе Типа того В общем я Сейчас пересмотрела Видео Первая часть У меня загрузилась Уже на ютуб Я так поняла Что образовалась Она у меня Где-то там Я говорю О рисунках Рисунки я нашла В общем С третью тетей Там где они раньше были Их не было Там где они Предположительно Могли быть Я туда еще не доглядывала А тут мы буквально Нашли случайно Совершенно В диване У нас такой диван Две штуки Поднимается И там ящичек Такой Наверное Да исторический диван Там кто-нибудь скажет О у тебя такой Не евро ремонт Сописец Как так можно жить Да Короче говоря Рисунки моей мамы И там Есть иллюстрации К Ромео Джилетто Которую читала В 7 лет Вообще Мама любила Ромео Джилетто У нас где-то есть стар Такая историческая книжка Если она еще живая Никто ее не скоммунизил Потому что я тут сегодня обнаружила Сегодня ночью Когда за кошкой убирала Все эти За котом Который он все там раскидал Что оказывается Какие-то чьи-то Шаловливые ручки У меня тут Поюзали эту Самую Ну короче Несколько книжек Так прилично Что у вас наверное Ушли куда-то погулять На Веки Вечные Хотя очень удивительно Что вот Ну кто сейчас может Барыжить книжками Да Кому-то вообще надо В библиотеках Там они стоят Таких в ящичках Типа Бери даром Не хочу Ну есть какой-то Кроссбукинг Или что-то в этом роде В общем я как обычно Отошла от темы В общем если вам интересно То я могу заснять Дельное видео Про мамин рисунки Потому что я все равно Собираюсь сканировать Исключительно для себя Чтобы у меня были И в бумажном варианте И в электронном Ну и возвращаясь Возвращаясь к шоколаду Шоколадка у нас тут Апельсиновая Я не помню Успела ли я там Прочитать состав Но она слегка По составу Чуть менее Полезная Чуть более химическая Чем те мятные конфетки Которые я уже убрала С стола У меня осталось В шоколадке Ну и так Небольшой такой бардачок Короче говоря Темный шоколад С апельсиновой Начинкой 62% Видимо 62% Шоколада Минимум какао Содержание при этом 50% Ну с чем это вообще Смяна Что именно 62% Я еще не пробовала Вот такая вот 100 грамм И я думаю Что Ну в общем После обзора Я ее конечно Запользую А потом Если кому интересно Могу сказать В пустых коробочках И баночках Потому что в этот раз В пустых баночках У меня будет один пакетик Из-под чая Пустая Пустая баночка Пустая Пустой пакетик Пустая бумажечка Да В общем Это тоже Темный шоколад С мятой С мятной начинкой 62% Что именно 62% Никому не известно И 50% Минимум Содержание какао С пальмоядерным Жиром И пальмовым жиром Ну тут еще Рецитин подсолнечный Масло мятное Вообще Калосахар Какао масло Масло Точнее Глюкозный чирок Вода Какао Масло Модифицированный Картофельный Крахмал Я буквально вчера Как раз Ну сегодня ночью После того Как закончила Этот перевод Ведьмы Полезла Что-то я не знаю Вообще По ссылке Где-то там У кролика Метальникова В фейсбуке У меня есть страничка В фейсбуке Чисто для своих И что-то По какой-то Его рапосту Тотнулась Куда-то там Тоже что-то Про модификацию Где-то было Сказано Статья 3 Наверное Про биохимию Почитала Потом вообще Пошла на какую-то Совершенно левую Ну в общем Куда-то меня дебри понесли Разгружала мозги Как раз Вспомнила Про этот Модифицированный Крахмал Кстати Что у нас тут Есть Тоже у нас Ну в принципе Тут состав одинаковый Только что Вот здесь Вот у нас Кто он тут Мятное масло Масло мяты А вместо А в апельсинке У нас апельсиновый сок Восстановленный Из концентрата 2% Так И вот здесь У нас еще Регулятор Кислотность Ремонная кислота Ароматизатор Искусственный апельсин Краситель Натуральный Экстрат Паприки Мама Зачем я прочитала Этот состав Мама Ради меня обратно Я прочитала состав Теперь в принципе Ну я видела еще Тут состав Когда покупала Просто хотела попробовать Потому что в принципе Где-то пишут честно А где-то не пишут И накладут такого Что лучше вообще не знать Именно что накладут Не положат А именно накладут В том самом смысле Так вот Вот оно вот такое Ну и еще я хотела сказать Показать точнее Там раз уж на то дело пошло И в начале видео Я уже про это говорила Кстати В том видео В котором я говорила У меня не уместилась У меня конфетка Я покупала в атаке у нас Этот атак Это филиал Или вариация Ашана В общем Который у нас есть Это кремлина Не знаю Кремлина Кремлина Как вообще правильно Вот самарский кондитер Или как-то так Он мне больше нравится Вот я брала у них Два раза уже Конфет Самарские Там финики С миндалем С миндалем В шоколаде Самарский кондитер Мне больше нравится Самарский кондитер Ну в общем Самарский конфет Самарский кондитер Точно не знаю Не помню Но вы в каментах И что вдруг Меня поправите Вы это любите делать Я не к тому Что я против Ну вообще нормально Я тут приоделась Мне что-то стало прохладно В общем у меня тут Парфюмерное наследство Духи как-то Марусе моей Подарили Может года два назад Они мне очень по запаху Нравились Я хотела у нее тогда Заюзать Там такая красивая коробочка была Но что-то вот как-то Не сложилось Заюзаю теперь Что за фирма Вообще без понятия ЕТД Люди Парфюмер В общем Бада Парбьюти Вообще больше ничего нету Обычно с голубой крышечкой Пахнут Ну как-то знаете Вот как зеленый Зеленый чай Да там что-то такое Свеженькое Это тоже свеженькое И оно Ну вот из той серии Саммер Вад Лайт Блю Это Дольче Габбаны Лайт Кокаин Какой-то русской фирмы Так вот Белый В основном Ну Большого варианта Белый флакончик Крышечка У маленького варианта Голубой И что там еще Из этой серии В общем Те которые похожи А еще Это натурель Которая И фрошерская Которые обычные Такие А еще Вот это я и дарила Это Туалетная вода Букет России Это у нас Десной ландыш Ода туалет Вообще Мне очень раньше нравились Все такие Цветы России Букет России И вот эти духи Куда-то у меня Ветергом подуло Ну Ландыш и ландыш Вообще Раньше Когда у нас была Еще кошка Дашка Год назад Она Отдала Какому-то там Кошачьему богу душу Смотрите Он еще Этот даже цвет не сменил Может потому что В коробочке был Хотя в принципе Духи Они в основном С ними ничего не бывает Спирт И спирт подкрашенный А может и подкрашенный А может и спирт Ну и когда кошка Где-нибудь наделает Бабушка любила Этим цветком ландыша Порыскать у меня Очень долго Духи эти Ландыш Ассоциировался С кошачьими Вы сами понимаете Чем Ну вообще У меня там Какие-то духи были Которые я дарила Еще эликсир Но эликсир Ракончился Вот теперь у меня Пополнение В мою коллекцию Голубые и зеленые душки Ну как зеленая крышечка Жиган И голубая Не синяя Так Ну наверное Можно сказать И все Если вы досмотрели до конца Заразились положительной Энергией Эмоциями Впрочем Если вы что-то узнали Для себя новое Интересное И там подобное Если вы захотели Пойти в магазин Кантата И купить себе Какую-нибудь вкусную шоколадку Фиг с ним Что она дорогая Зато она из натурального Всего И иногда себя Надо же порадовать И если вы там Еще что-нибудь захотели Допустим Сходить в пятерку И поискать Вот этот шоколад Или может еще где-нибудь Или финские конфетки Или еще 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 В общем В любом случае Если вы там чего-то Если вы осилили Этот До конца То я рада Я не зря тут Подзаряжала фотоаппарат И пересматривала Там подобное И тратила Своё личное время На вас В общем Как говорит Настя Зарецкая Всем спасибо Всем пока Ну да Там пишите комменты Дизлайки Лайки Там подобное Ну и подписывайтесь На мой канал До новых встреч Я думаю Будет еще какое-нибудь видео Ну и не знаю еще про что У меня там Очень много всего Я помню про запросы Когда это было Тоже не знаю Но я постараюсь В ближайшее время Что-нибудь еще Записать вам Пока Пока